Дело в том, что самки человеческих обезьян, будущих человеческих обезьян, они изобрели очень классную штуку. Они изобрели секс. У обезьян других нет секса. Они спариваются только в момент овуляции. Это где-то 7-10 дней. В другое время самка не способна спариваться. Она вообще не способна спариваться. То есть у нее там все так устроено, что невозможно это сделать. А самец на нее не реагирует. Там и запахи выделяются. Я не буду детали объяснять. Он на нее реагирует. Она для него как бы бесполое существо. Но это 7 дней в месяц. А вот наши предки изобрели секс. Но зачем они это сделали? Женщины. Я так думаю. Женщина попала. Зачем они это сделали? Дело в том, что ребенок, который рождался, он гораздо больше требовал ухода. Когда у обезьянки рождается ребеночек, обезьянка маленькая, она может уже на шерсти держаться, она может самостоятельно ползать, ходить. Ну вот такое. То есть она гораздо более самостоятельная. Да, да. Но они же, у них же маленький мозг. А у наших предков мозг начал расти. И он начал, это доросло до такой степени, что уже женщина не могла родить. Ну головка-то самая большая у ребенка, да? Ну все. А у бедра раздвинулись. Кстати, у обезьян нету раздвинутых бедра. А у женщин бедра раздвинулись, родовые пути поменялись, направление поменялись. Все, дальше ребенок. И поэтому ребенок рождается, по сути, недоношенным. Он, чтобы дорасти до такого состояния, до такой самостоятельности, как обезьянка только родилась, его 23 месяца надо вынашивать. Ну их рождаем, ну как люди рождают их недоношенными в принципе. И за ним нужен сильный уход. А что будет кушать сама самка и ребенок, если его нужно все время, да? И при том же он не висит на шерсти, как тот, что там она коренья какие-то ищет, а он тут висит и все, она покушала, сисью дала и все. То есть они сделали так, чтобы мужчины, ну в смысле самцы, это поощряющееся спаривание называется, чтобы они приходили и приносили пищу. Через секс, понимаете? То есть через вот это, что теперь круглосуточно, да, то есть круглосуточно, ежемесячно, каждый день, да, ну кроме там, кстати, у нас, только и у нас из обезьян есть, ну у женщин месячные. Там нету месячных, там есть овуляция и течка, то есть это как месячная это плата за этот переход. И вот он, во-первых, все время чувствует, что она желанная, да, то есть женщина стала все время желанной, она все время способна сексу, ну каждый день, кроме вот каких-то особых дней. Да, да, и от нее нельзя отходить далеко, потому что другой самец ее захватит, ну в смысле попользуется, да, и поэтому появились пары, понимаете как? Появилась самка, самец, ребенок. Поняли о чем? То есть изобрели секс, привели семью, парные отношения и то, что самка как бы держит этим самца. Да, и вот, вот это вот, ну как бы, в общем надо, чтобы он получал секс за определенные действия. Трубо звучит, может быть как-то слишком, знаете, вот это самое, но это то, что мужчину стимулирует и заставляет, да, и он когда принес банан, там, не знаю, козьё, автомобиль, ну в зависимости от формата отношений и о чем мы говорим, о людях какого достатка, да, то есть он получил свою долю удовольствия и радости. Да, да. А вот когда получается, знаете как, что такое брак в нашем формате? Это проститутка бесплатная, плюс домохозяйка, а иногда и добытчица денег. Какой-то абсурд, понимаете. То есть у животных было бы круче, надежнее и в принципе классно, да, вот это сам. Вот когда вы строите отношения, вы поймите, что этим надо пользоваться, да, то есть вот этот мотив такой должен быть.